Ну что, давайте начинать. Первый вопрос. Как житель Азербайджана может зарегистрироваться в Атоме? Азербайджан находится сейчас... А, надо же переводить. Азербайджан находится сейчас на стадии предстарта и регистрация проходит на глобальном сайте. Для того, чтобы зарегистрироваться, необходимо получить ID человека, под которого будет житель Азербайджана регистрируется. То есть, житель Азербайджана может встать в систему под любого человека, кто уже зарегистрирован в Атоме? Я перевела так же. Хорошо. Это справедливо и для всех остальных стран, которые находятся на предстарте. Притом, неважно, из какой страны будет этот ID, от которого житель Азербайджана будет вставать. Потому что у нас единый глобальный сервер и мы все находимся в одной системе. Для регистрации необходимо предоставить личные данные, паспортные данные. Хорошо. Второй вопрос. Где искать спонсоры людям в странах на предстарте? Если человек хочет найти себе спонсора сам... Вы говорите. Я в общую землю переведу. Да. То он может поискать в интернете, например, найти лидера в интернете и попробовать связаться с ним. При этом, как уже говорилось раньше, неважно, откуда этот человек будет. Так. Вот здесь есть уточняющие вопросы. Что учитывать при выборе спонсора? Я думаю, один из самых главных критериев при выборе спонсора – это фактор доверия к этому человеку. Потому что доверие – это один из главных аспектов при работе в Атоме. Так как наш бизнес – это бизнес на долгие года, это не краткосрочный бизнес, очень важно, чтобы было доверие между партнером и спонсором. Важно, чтобы спонсор вызывал доверие в качестве компетентного лидера. Так. Следующий уточняющий вопрос – будет ли выбор спонсора влиять на легальность бизнеса сегодня или после открытия страны? То есть, спонсор – это не будет ли мы, или нет ли мы, или нет ли мы? Вообще, есть ли уточняющий вопрос – будет ли ли уточняющий или нет ли уточняющий команды? Нет, влиять на это никак не будет. Выбор спонсора влияет в основном именно на партнера-спонсорские отношения между партнером и спонсором. То есть, здесь идет именно фактор человеческих отношений и, возможно, фактор нахождения в той или иной команде. На самом бизнесе это никак не влияет. Так, хорошо. Третий вопрос. Возможно ли получать выплаты в еще не открытой стране? Нет, официально получать выплаты можно только после открытия страны. Открытие может быть полным с открытием филиала представительства, а может быть условным через другую страну. В любом случае, выплаты можно получать только официально через договор, через документы согласно законодательству страны. То есть, для того, чтобы жители Азербайджана могли получать выплаты от компании, нужно, чтобы либо открылось представительство в стране, либо, чтобы Азербайджан условно открыли через другую страну, через дополнительный договор, который партнеры будут заключать. Вот на примере Великобритании, представительство, которое открылось 28 июля, буквально недельку назад, 10 дней назад, это представительство открылось в одной стране, а зарабатывать люди могут в трех десятках стран. Около 30 стран, они условно открыты через Великобританию. Например, всю Европу только в Ингелторе, в Киеве, в Киеве и в основном офисе могут получать деньги, хотя мы тоже могут получать деньги, мы тоже могут получать деньги в Тюркии, но все еще есть. Хорошо, следующий вопрос. Когда у азербайджанцев появится возможность зарабатывать компанией? Есть ли вообще такие разговоры на открытии? Азербайджанцев, я забыла перевести, спросила, ага, все. Перевели? Да, да. Хорошо. Пока у Азербайджана такая же ситуация, что у большинства других стран бывшего СНГ, которые находятся на предстарте. Компания не открывает предрегистрацию просто так. Если предрегистрация открыта, значит, компания планирует эту страну открыть. Но физически компания не может открывать все страны одновременно, или открывать большое количество стран в краткие сроки времени. Поэтому есть некий список приоритетности, по которому открываются те или иные страны. Как попасть в этот список приоритетности? Как быть в приоритете у компании на открытие? Здесь, во-первых, есть какие-то прогнозы у самой компании, прогнозы, планы по развитию. Во-вторых, здесь есть данные, аналитические данные по количеству регистраций людей в странах на предстарте и по росту количества регистраций. То есть это два разных показателя. Сколько людей уже зарегистрировалось и какая есть тенденция роста регистраций. И то же самое касательно товарооборота в этой стране. Когда эти значения становятся достаточно большими, компания больше усилий начинает уделять тому, чтобы выяснить, что нужно, чтобы открыть представительство в этой стране. Какие законы в этой стране, что нужно, чтобы вести деятельность в этой стране и так далее. И потом компания уже будет смотреть, что наши люди активны. Все документы будут смотреть, все документы будут смотреть, все документы будут смотреть, все будут смотреть. То есть это не будет. Учитывая все сказанное, в Азербайджане пока не такое большое количество регистраций. И пока Азербайджан находится вот на стадии именно подготовительной работы, когда люди начинают только регистрироваться потихонечку. Пока никакой официальной информации по тому, когда откроют Азербайджан, не было от компании. Но мое личное мнение, если получится Азербайджан открыть условно через уже открытую страну, то это может случиться в течение года ближайшего. Хорошо. Но Владимир понимает, что, если мы понимаем, что Тюркия открылась, то мы тоже активны. Мы можем привести в Тюркии, то мы можем привести в Тюркии, то мы можем привести в Тюркии. Если через другую страну открыться не получится и нужно будет открывать именно представительство в Азербайджане, то это может занять два года или больше. То есть в этом случае время, срок зависит от самой страны, то есть насколько активно и насколько интересно самим Азербайджанцам будет вхождение Атомии в страну, то есть от количества регистраций и от роста регистраций. Наверное, товар оборуды, да? Ну, да. Так, многие спекулируют, предполагают то, что, возможно, Азербайджан получится через Турцию открыть. Если такая возможность есть на законодательном уровне, то это будет зависеть тоже от того, насколько прибыльным и успешным будет филиал в Турции. В любом случае, пока нет официальной информации, конкретные сроки лучше никакие не озвучивать. Там какие-то из своих личных соображений лучше не озвучивать сроки, потому что, ну, скорее всего, они будут неправильные. То есть не надо, например, говорить. Иногда люди так делают то, что предполагают то, что там через полгода откроют Азербайджан, например, говорят партнерам. Но надо всегда, если даже так думаете или уверены, делать такую пометку, что это вы так думаете, чтобы не было у партнеров потом негатива из этого. Как только появится официальная информация о возможности Азербайджанских зарабатывать, мы обязательно дадим об этом. Азербайджанских зарабатывать, но это время точно придет. Какой должен быть товарооборот, сколько должно быть партнеров, чтобы страну поставили на рассмотрение? Ну, сказали уже. Ну, здесь нет конкретных цифр. Есть некие пороги, там 10 тысяч людей, 30 тысяч человек. Но это не значит, что вот как только 10 тысяч человек будет, сразу страну откроют. Но если будет 10 тысяч человек, то 100% страну уже более детально рассматривают. Если 30 тысяч человек, то еще детальнее. Товарооборот, он тоже играет значение, но количество людей играет большее значение, чем товарооборот. Да, давайте я переведу. Насколько мне известно, в Азербайджане пока не так много людей. Сейчас я проверю. Я как-то спрашивал. Минутку. По-моему, несколько месяцев назад я спрашивал, мне сказали, что меньше так. А вот, около 4000 человек в Азербайджане. У нас девочки из другой структуры здесь уже сидят. Они говорят, что только они 2000 человек зарегистрировали. Азербайджанцев? Да, только азербайджанцев. Ну, значит, у них половина азербайджанцев зарегистрированных. Ну, вот они вот месяц, нет, с апреля месяца, как Турция открылась, они с апреля месяца начали так активно регистрироваться. Ну, вот 10 июля, это такая более-менее, не более-менее, а можно сказать, официальная информация, что около 4000 человек. Может быть, за месяц, конечно, увеличилось это число, но месяц назад было 4000 человек. Владимир говорит, что у нас есть реальная информация. Возможно, что сейчас 4 тысяч человек, Азербайджан, 4000 человек, более 4000 человек, более 4000 человек. Окей, далее. Далее, 6. Как работать с параллельными структурами? И кто параллельные структуры друг к другу? Коллеги, конкуренты или враги? С точки зрения бизнеса, если рассматривать нашу систему, то параллельные структуры можно рассматривать как коллега, как конкурентов? Почему? Потому что, во-первых, все параллельные структуры, в особенности, если брать одну страну, работают на одно общее дело. Развитие атомы в этой стране. Мы не хотим, что мы 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 хотим, что бизнес атомы. То есть, параллельные структуры вносят общий вклад в открытие страны. И чем лучше дела будут в целом идти у всех, тем быстрее страну откроют. Но в то же время, в особенности, если мы рассматриваем одну страну, параллельные структуры, которые в этой стране работают, они также и конкуренты друг к другу, потому что это общий рынок. Если вы не успеете человека зарегистрировать, это смогут успеть другие структуры. Врагами, я думаю, люди тоже могут быть, но это уже не с точки зрения бизнеса, а уже с человеческой точки зрения. В зависимости от того, как люди вообще строят бизнес и как они общаются с другими людьми. Ну, я убежден, что работать как враги – это непродуктивно. И лучше, если работать как конкуренты, как коллеги, чтобы была спортивная такая конкурентность, которая мотивирует работать больше, чем другие, чтобы не отставать, а еще лучше опережать другие структуры. Я отвечаю на вопрос, как работать с параллельными структурами. Здесь важно понимать, что не всегда параллельные структуры хотят с вами работать. У них может быть другое видение, у них может быть слишком сильное, может быть, чувство конкурентности. И они могут не видеть смысла в том, чтобы работать вместе с вами. Но если параллельные структуры могут найти общий язык, и если особенно на стадии предстарта могут объединять усилия, то совместно они смогут добиться лучших результатов, чем по отдельности. Но здесь очень важно, чтобы было понимание друг друга, потому что если понимания не будет, то может все плачевно закончиться. То будем врагами. Владимир Тиевки, демали, ким истемрия, не истемесим бирьерда, параллельные структурами нам даки, ама ким истир, бирберинза там рагат баша душен, бирберинза хюрмят этим билетей. Поэтому здесь нужно рассматривать всегда все в частном порядке. Как минимум можно пообщаться, спросить, что-то предложить. И либо прийти к какому-то общему знаменателю, к какому-то решению, либо каждый останется при своем и будет самостоятельно развиваться. Хорошо. Дальше. Седьмой вопрос. Может ли кто-то получать выплаты в закрытой стране? Могут быть ли такие понятия, как неофициальная и официальная структура в закрытой стране? Владимир, я вас перебью, я вам немножко расскажу, почему вот этот вопрос я именно так акцентирую. Сейчас очень сильно нам волна, что ли, в инстаграмах пишут, вы официальная структура или неофициальная структура, вы официальная команда или неофициальная команда, а вы можете получать выплаты или нет? Ну, то есть, если бы это один написал бы, я бы поняла бы, ну, спросил человек, заинтересовался, можно сказать, в день по 8-9 человек мне пишут, и одно и то же я им всем отвечаю. Что, как оказалось, у нас есть одна команда здесь, как бы, ну, не в жалобу, просто вам разъяснить ситуацию, да, почему вот это все вот так. Одна команда тут бьет как в груди кричит, что только наша команда будет, значит, получать зарплату, и наша команда будет официальная, и только там кто-то там во главе будет открывать здесь супер-офис, где все команды будут приходить, у нее все спрашивать, разрешение. Есть ли вот такое вот вообще, ну, видение, что ли, как сказать, правила такие, может быть, есть ли вообще у нас такое? Нет, в Атоме такого однозначно нет. Если человек зарегистрирован в Атоме, то он – это официальная структура. Неофициальная структура можно назвать только, если человек не зарегистрирован в Атоме, и как-то строить бизнес, непонятно. Магазинчик, например, да, какой-нибудь себе открыл и работал? В блокноте, может быть, структуру строят. Вот это неофициальная структура. Если есть ID у человека, он в Атоме зарегистрирован, то это официальная структура. Сейчас я перевожу, перевожу, переведу, господи. Мааш ала билер ми bizim ülкемизден? Яни, бағлы улан, ülкеден мааш ала билер ми? Владимир дейер, кей, хейчур олмайан бешейді, чунки хамымыз бир сервиста гейдеттан кечери, хамымыза ини шартлар угур. Такого, чтобы в стране кто-то получал выплату, а кто-то не получал, быть не может. Если в стране люди начинают получать, то все начинают получать. Улькеда, яни, кимса аллорса, кимса алмар, элли бешей олмар. Яни, сіз аллорсызса, хамымыз аллакақсанэз, алмарсызса, мааши, хэчкэс ала билмэз. Бывает такое, что в странах на предстарте люди дают неверную информацию. Был, а биларки дейер, представта олан үлкелерді адамлар өзларе кешчен белі інформація беріжілар, дізгін олмен, дізінформація белі дейтті, өзі чінкамамда яймады. Чаще сего это из-за того, что сами люди на самом деле может быть так думают, кто-то им может быть так сказал, и пошел эффект там глухого телефона, когда информацию не до конца понимают и по-своему передают. Был, а биларки, хэмін адам там баше дүшініп, я бұну там діз іза ітмейблер, біле дяэхті, кеште телефон дейділар белі бір ойуна, белі бір 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 үллік гетті бір-біріндалынся дібілар дізгін олмен информация дейділар белі бір-бірді. Да, бывает, люди делают это специально, искажают информацию, чтобы таким образом строить бизнес, то есть заведомо специально вводят в заблуждение людей, потому что они считают, что именно так они смогут построить большую структуру. Такие люди очень часто еще дают пустые обещания, то есть они очень много что обещают, если вот вы пойдете к нам в команду, мы сделаем вот то, мы сделаем вот это, предоставим пятое-десятое. Есть уже такое. И как показывает практика, далеко такие люди не уходят, потому что, как я говорил, уже Атоми это долгосрочный бизнес, и здесь самое важное доверие. Люди не любят, когда их обманывают, и рано или поздно они все равно об этом узнают. И поэтому чаще всего такие команды, которые были построены на обмане, заведомо, они сыпятся, рассыпаются. Так, хорошо, дальше. Восьмой. Как бороться с дезинформацией лидеров? Как бороться с лжелидерами? Как бороться с лжелидерами? Как бороться с дезинформацией лидерами? Лучшее оружие против невежества – это образование. Важно доносить до своих партнеров, самое главное, доносить до своих партнеров правильную информацию. Как бороться с дезинформацией лидерами? Как бороться с сайтом, вы посмотрите, и это доносить. Или даже ни в себе не доносить. Бывает, люди тратят очень много сил и времени, чтобы вывести на чистую воду людей, которые обманывают других людей. Либо уводят людей, может быть. Например, у Узбекистана есть одна личность, на которую очень много жалоб поступало. Значит, не мой доносить. Давайте я переведу. Я думаю, что это не очень эффективно, потому что человек, если обманывает людей, он будет продолжать это делать. А наша задача, самое главное, в первую очередь наших партнеров обучить. Во вторую очередь, если есть такая возможность, предоставить корректную информацию в общий доступ, чтобы люди могли также обучаться. Мы говорим, что вы не имеете в виду любую информацию, потому что интернет не существует. Если нужно, то есть информацию о людях. И все социальные каналы выращиваете эту информацию. Потому что на правильную информацию, на корректную информацию все равно будут приходить люди к вам, если у вас будет информация такая в доступе. Поэтому это также хороший инструмент для рекрутинга. Так, хорошо. И девятый вопрос. Пять ваших основных советов по работе в стране на предстарте. Так, первый совет – это приобрести видение. То есть, разобраться, что к чему, понять, как это работает, понять, чего здесь можно добиться, понять, почему, для чего и зачем нужно быть первым в своей стране и понять, к чему все это приведет. Так, в том числе, вы можете почувствовать все, все это понимаете. Потом вы можете попробовать продукцию по мере возможности. Потом вы можете использовать какие-то возможности. Вы можете использовать и использовать. В нашем бизнесе очень важно пройти стадию идеального потребителя, то есть человек, который покупает у нас все то, что он может покупать, без ущерба своему бюджету. Вы должны быть идеальным покупателем, чтобы вы быстро выиграли, чтобы вы получаете это, и вы получаете это, и вы получаете все то, что вы получаете. Потому что именно за счет идеальных потребителей будет расти ваш нерушимый бизнес, который приведет вас к империал мастеру. И не пробуя продукцию, очень сложно делать следующий этап, это строить сеть потребителей. Продолжение следует... Престарта оллан бир оллкаде лидерлар дага чатинды тапмах, амма ки алан адамлар или били истифаде эйлендар адамлар дага рахатты тапмах. Если вы пробуете продукцию, если вы уже оценили любите продукцию, то строить сеть потребителей вам будет гораздо легче. И именно кто успеет, сумеет построить большие сети потребителей, как только откроется страна, начнет подниматься по рангам. Когда открывается страна, обычно вот есть два вида, можно сказать, лидеров. Первые лидеры – это которые занимают какие-то высокие ранги за счет вложений денег. А второй вид лидеров – это кто начинает закрывать и подниматься по рангам за счет того, что уже есть готовая сеть потребителей, которые любят продукцию. И если мы рассматриваем первый случай, когда люди закупили продукцию, вышли на какие-то ранги, то обычно у них нет сети потребителей, они плохо знают продукцию. И после этого бизнес у них обычно не растет, и они сталкиваются с большим количеством проблем. А у кого есть потребители, у них все больше и больше будет появляться и лидеров с правильным видением бизнеса, и бизнес будет расти. Да, вот четвертый совет – это искать единомышленников. Это гораздо уже сложнее, чем строить сеть потребителей. Чем больше сеть потребителей мы будем строить, все равно будут появляться люди. которые также в процессе будут приобретать видение, то есть проходить предыдущие этапы. Приобрел видение, попробовал продукцию и тоже начинают строить сеть потребителей. Да, сей единомышленниками будет уже гораздо приятнее строить бизнес в стране на предстарте. Ну и пятое – это набраться терпения. Мы все хотим, чтобы страны открывались как можно быстрее, но единственное, как мы можем ускорить открытие той или иной страны – это развитие сети потребителей в этой стране. И важно понимать, да, что может быть будет появляться люди, кто загорится бизнесом, месяц может быть, два месяца, три месяца будет вместе с вами его строить, а потом скажет то, что ему сейчас не до этого, может быть, уйдет на работу либо в какой-то другой проект. Но здесь не надо демотивироваться из-за этого. То, что такой человек есть – это хорошо, что он уже в команде – это здорово, что он уже что-то знает, что-то сделал – это вообще супер, что он еще вернется. То есть все люди, которых мы регистрируем, всеми дорожим и ни на ком крест не ставим. Поэтому терпение очень важно, потому что работать на предстарте несколько лет задача непростая. И поэтому не все могут стать топ-лидерами в своей стране, а только те люди, кто действительно наберется терпения.